В Кирове прошел межрегиональный конкурс-фестиваль по брейк-дансу. В наш город приехали гости из Нижнего Новгорода, Казани, Глазова, Ижевска и Чебоксар. Столицу Увятского края представляли танцоры из Кирова и области. Более 50 участников разного возраста выступили соло и коллективно. Это уже девятый фестиваль по брейк-дансу, который проходит в Кирове. По словам организаторов, за время его проведения формат фестиваля полностью изменился. Повзрослели те, кто начинал это танцевальное движение. Многие участники первых фестивалей уже сами стали педагогами и занимаются с детьми. Школы брейк-данса собирают сотни юных кировчан, которые хотят находиться в гармонии с музыкой и телом. Мне особенно приятно, что на этих соревнованиях я уже не вижу неадекватных пьяных людей, а вижу родителей с детьми. Причем многие родители, мои ровесники, даже уже приводят своих детей не просто смотреть, а выступать. И это нравится и детям, и родителям. То есть отчасти праздник семьи. Это очень приятно на самом деле. Заниматься брейк-дансом рекомендуют с 8 лет. К этому возрасту у ребенка уже сформирован скелет. После 4-5 лет занятий некоторые кировчане показывают отличные результаты и даже становятся чемпионами. Официально у нас на сегодняшний день 3 чемпиона России и 1 чемпион мира. Артем и Иван занимаются брейк-дансом в Доме детского творчества вдохновения уже 5 лет. Тренируются каждый день. Говорят, что некоторые элементы нужно отрабатывать годами. А начинающим дают один короткий совет. Ставить с собой определенные планки, добиваться их, идти дальше, снова-снова развиваться с каждым годом, с каждым занятием. Если ты попал в атмосферу фестиваля, к брейк-дансу трудно остаться равнодушным. Музыка, драйв, яркие эмоции, энергия юности и удивительная пластика этого танца уже завоевали армию поклонников. Брейк-данс основательно закрепил свои позиции как один из видов самовыражения в хореографическом искусстве. Анастасия Войнолович, Сергей Щекин, Вести, Кировская область.